Я знаю, что некоторые из вас уже ознакомлены с этой темой алкогольного синдрома, потому что я давала эту тему на восстановленное золотом на конференции, те, кто был. Но сегодня мы ее рассмотрим более объемно и более подробно, скажем. Во всех ее аспектах. Хорошо. Итак, то, что касается гиперактивного расстройства. Я сделаю немножко такую, знаете, как бы ссылочку на то, что гиперактивное расстройство присуще всем детям с алкогольным синдромом, практически всем детям. Если такой диагноз выставлен, ну, к сожалению, его никто не выставляет, но дети с алкогольным расстройством – это диагностика как раз детей с гиперактивным расстройством, потому что многие дети, у которых есть алкогольный синдром, 99%, один из признаков алкогольного синдрома – это гиперактивное расстройство. Поэтому мы будем смотреть это в комплексе. И если я буду говорить о гиперактивном расстройстве, то вы будете абсолютно понимать, что это касается детей с алкогольным синдромом, у которых есть гиперактивное расстройство. Гиперактивные дети могут всегда контролировать свое поведение. Что вы ответили на этот вопрос? Нет. Нет. Не всегда. Гиперактивный ребенок вообще априори не может контролировать свое поведение, потому что у него нарушена вообще саморегуляция. Когда нарушена саморегуляция, он не может проконтролировать ни свое поведение, ни свои действия, ни свои эмоции, ни свои поступки. То есть для него это практически невозможно, и мы сегодня с вами об этом поговорим. Поэтому ответ нет. Второй вопрос. Ребенок, который ворует и обманывает, обязательно будет вором и лжецом? Нет, не обязательно. Было у вас такое в семье, что ребенок приходил с тем, что он воровал и обманывал вас, а потом это сходило на нет, и вы этого не видели больше? Таких детей очень много, их большинство. Поэтому это бывает временное явление. Многие дети, которые только приходят в семью, они как раз это и проявляют. Поэтому это не обязательно. Не обязательно ребенок будет воровать по жизни, не обязательно он будет всех обманывать по жизни. Третий вопрос. Ребенок лжет, потому что не доверяет и боится. Один из моментов. Одна из причин. Да. Одна из причин. Дети обманывают, потому что у них абсолютно нарушена база доверия. Они не могут никому поверить, ни одному взрослому, и потому их единственный защитный механизм – это обмануть. Следующее. Четвертое. Дети с агрессией могут и имеют право проявлять агрессию, направленную на людей. Могут, но не имеют права. Даже так. Ага. Могут, но не имеют права. Они это делают, но не должны. Они это делают, но не должны. Абсолютно верно. Я иногда очень часто слышу, сегодня я вот только приехала из Черкасской области, когда я приехала из Черкасской области, вчера ночью. И, скажем, на один из вопросов одна приемная мама сидела и говорила, ну, ребенку же надо куда-то выплескивать агрессию. Ну, даже если это люди. Я говорю, окей, если ваш ребенок сядет завтра в тюрьму, и даже если это люди, то он пострадает, и вся его жизнь нарушится. Она говорит мне о том, что… А если ребенок ворует, и он действительно испытывает счастье, вот этот гормон счастья получает серотонин, то ему же надо откуда-то получать удовольствие. Конечно, удовольствие надо получать, но только не от воровства, однозначно. Это не то поведение, которое должно транслироваться ребенку, чтобы он получал от него удовольствие. Хорошо. Гиперактивные дети все теряют и забывают. Да. Очень часто. И портфели, и сменные обуви, и тетрадки, и ручки. Абсолютно все забывается. Гиперактивный ребенок может сидеть за уроками столько, сколько нужно. Вот посадили вы его и сказали, 5 часов сидишь, не вставая, и делаешь уроки, не поднимая голову. Конечно же нет. Будет все действие. Не будет ни стола, ни стульев, ни всего, что лежит на столе, и вы это прекрасно знаете. Хорошо. Следующий вопрос. Воровство – это обязательно клептомания? Нет. Нет. Конечно же нет. У воровства есть много причин, мы сегодня будем их рассматривать, достаточно много. Поэтому определить, что это клептомания, абсолютно неверно, потому что клептоманией болеет всего 1% назеления на Земле, чтобы вы знали. Поэтому все ваши дети в этот 1% не входят. Это точно. Представьте, если это 1% со всего земного шара, то это, конечно же, не обязательно должны быть приемные дети. Клептомания – это нечто другое, это другие нарушения. Хотя, хотя, отчасти, может этот 1% у кого-то из вас и быть в вашей семье. Хорошо. Каждый человек на Земле хотя бы раз в жизни взял не свое. Да. В вашей жизни были такие истории, когда вы были ребенком? Да. Конечно. И у меня тоже. Кражи, ложь, гиперактивность – это все тревожности напряжения. Да. Да. Это в тревожности напряжения. Конечно. Одна из причин. Агрессия – это отзеркаливание отношений и реакция на агрессию родителей. Да. Не всегда. Не всегда. Но может быть. Если родитель агрессивный, если в доме атмосфера небезопасная и агрессивная, ребенок это может отзеркаливать и внести во внешний мир. Естественно. Если кроме как проявлять агрессию, он больше ничему не научился, то что он должен будет делать? Он обязательно это принесет в то место окружающей среды, где он пребывает. Будет любая социальная среда. Хорошо. Дети четко понимают, зачем они воруют и лгут взрослым. Нет. Нет. Часто вы спрашиваете детей, зачем ты меня обманываешь? Зачем ты это сделал? Ответ какой вы слышите? Не знаю. Так получилось? Да. Конечно же не знаю. Знаете, иногда мы сами не продумываем свои действия и поступки. И сами себе можем ответить, зачем ты иногда это сделал? Да, вот не знаю. Зачем ты это сделал? Не знаю. Я и себе часто задаю такие вопросы. Зачем я это сделала? И не нахожу ответа. То, что говорить о детях. Но мы сегодня с этим разберемся. Бурная фантазия ребенка – это обязательно ложь? Нет. Не обязательно. Иногда дети преувеличивают и рассказывают всякие небылицы. Особенно они это любят рассказывать про своих биологических родителей, что их родители, они были богатыми бизнесменами, они жили во дворцах, у них были машины, они ели самые лучшие конфеты и так далее, и так далее. Такое преувеличивание – это ресурс выживания ребенка, это его защитный механизм, потому что по-другому он не может выжить. Осознать то, что ты брошенный, никому не нужный, ты одинок, ты сирота – это невозможно. И психика ребенка просто не выдерживает. И ребенок вынужденно фантазирует, создает свой виртуальный мир, в котором ему хорошо, и там он выживает, там он живет. Потому что по-другому, может быть, он бы и не выжил. Поэтому это один из моментов. При воровстве ребенок может получать удовольствие, так как у него вырабатывается гормон счастья – сиротонин. Увы. Хотелось бы, чтобы этот гормон вырабатывался совершенно от других вещей. Например, работа по дому, помощь на огороде и сиротонин, обучение, да, когда выполняешь уроки, тоже сиротонин, в школе сиротонин. Ну, уже по чуть-чуть начинаем. Ну, уже по чуть-чуть начинаем. Но иногда бывает совершенно по-другому. То есть этот гормон счастья, он регулируется только процессом получения удовольствия и удовлетворения. Поэтому то, от чего ребенок получает удовольствие и удовлетворение, от той деятельности, там и вырабатывается сиротонин. И последнее. Воровство, ложь, гиперактивность может быть только у травмированных детей, и детей из семей СЖО? Нет. Не обязательно. Конечно же, не обязательно. Это может быть у любого ребенка. И это не обязательно должна быть семья СЖО, потому что есть очень много причин, почему дети это делают. И мы с вами разберемся с этими причинами. Но если у него это не включается, то тогда он выживет на протяжении многих лет вот этим инстинктом самовыживания и самосохранения. Выжить любой ценой. Надо ничего не делать, чтобы выжить. Потому что если будешь делать, то получишь. Потому что что-то сделаешь неправильно. Лучше я вообще ничего делать не буду. Вызывающее хамское поведение. Выжить любой ценой. Потому что если я не первый буду нападать, то нападут на меня. Ябедничество – это выжить любой ценой. Потому что я же внутри себя чувствую никем и ничем. А так, если я про кого-то нажалуюсь и расскажу, я вырастаю в собственных глазах. Воровство, хитрость, обман, ступор – это тоже ресурсы выживания. А как выжить по-другому? Так я хотя бы прячусь вот в эту ракушку. Я просто отмораживаюсь. Я никого не слышу. Я никого не вижу. Все. Меня нет здесь. Пусть происходит все, что происходит вокруг. Но я это не ощущаю. Это тоже ресурс выживания. Знаете, как мне говорила одна девочка когда-то? Когда родители очень сильно пили, и она говорит, мы с братом залазили под стол. Это было мое первое усыновление. Помню, я только начинала, скажем, работать с усыновлением. Это был первый такой, скажем, момент усыновления, практики. И усыновляли одну девочку с мальчиком. И интересно то, что она мне говорила, именно об этих вещах, о ресурсе выживания. Когда мама с папой сильно пили, говорит, мы прятались под стол. Потому что, когда они напивались, они начинали нас сильно бить. И мы прятались под стол. И когда мы сидели под столом, она говорит, я научилась такой игре. Я ничего не слышала и ничего не видела. Я переведу вам, как это называется. Она отключала все свое сознание. Она отключала полностью. Она не видит, она не слышит. Она погружалась в себя. И когда она это все отключала, это было ее безопасное место. Ей было там комфортно и хорошо. Она уже не видела пьющих родителей. Она не видела угрозы и опасности. Потому что она отключала полностью свой мозг. Она уходила в себя. Она отключала и слух. Она отключала зрение. Она ничего не видела. Вот этот ступор, то, что вы говорите. Вот этот мороз, который она включала. Она уходила туда, и ей там было безопасно. Потому что, когда она выходила из этого состояния, она видела реальность происходящего, этих пьяных родителей, которые издевались над ними. И это невозможно было в этом выжить. Выжить в этом невозможно было. Ребенок не может в этом выживать. И потому дети, чтобы выжить, они цепляются за жизнь и используют все возможные ресурсы и механизмы, чтобы только выжить. Даже такие неправильные. И знаете, когда вот ее усыновили, она это продолжала делать многие годы. И родители мне говорили, она при любой возможности впадала в ступор, уходила в себя. Как только учитель задает вопрос, у нее первое включается. Конечно же, она опять чувствует эту угрозу. И она опять входит в ступор. Как только мы что-то ей говорим, она только чувствует и слышит угрозу, что что-то от нее требует. И она опять входит в этот ступор. Она туда погружается. Потому что она не может по-другому жить. И говорит, прошли многие годы, пока она научилась не уходить туда. Но это могут и делать иногда у детей. Это настолько сильно проявляется и затягивается этот процесс, что в процессе жизни многие из них не освобождаются. Выгоняют с работы, а он даже вопрос не может решить. Он даже не может пойти к начальнику договориться, объяснить ситуацию, рассказать, сказать, простите меня, пожалуйста, так получилось, я не хочу уходить из работы. Ходит в ступор, он вообще не идет на работу. Он все бросает, или учебу, или работу, и вообще не решает никаких вопросов. Это тоже ситуация, когда ребенок ходит в ступор и не может ничего решить, взять на себя ответственность. Только тогда, когда ребенок понимает, что для него это безопасная обстановка, наконец-то, что больше этого ужаса в его жизни никогда не будет и не повторится, только тогда, когда он понимает, что есть доступный человек рядом с ним, взрослый, который любит и заботится о нем, только тогда он начинает автоматически разгружаться. И эта кнопка паники, она начинает работать все меньше, меньше и меньше. Она уже не так часто горит ярким красным цветом. Она становится пассивной, понимаете, и ребенку тогда уже ничто не представляет, никакой угрозы. Это тогда, когда привязанность, это тогда, когда разовьется привязанность, когда уйдут все страхи, когда он будет чувствовать себя в полнейшей безопасности. Вот это тогда, скажем, наступит. Окей. Есть у вас еще вопрос или дополнение по этому? Да, Кать. Это нарушен порог страха. Есть у детей, у которых были травмированы, у них бывает нарушена несколько порогов. Порог боли и порог страха. Вот порог боли, это ли ребенок вообще не чувствует боли никакой, то ему все равно. Знаете? Все равно, там палец обжег и вообще ему ничего. Вы можете увидеть только рану на теле ребенка, когда вы его там уже раздеваете или купаете, а он вам даже ничего не говорит, что у него там болит. А у него может быть ожог сильнейший или порез какой-то. Он даже не говорит вам об этом. Поэтому это нарушен болевой порог. Либо наоборот, у ребенка может быть сильный болевой порог, когда у него, вы к нему прикасаетесь, а у него уже все, у него истерика начинается. И такой вариант возможен тоже. И точно так же может быть нарушен порог страха, когда у ребенка либо он испытывает сильнейший панический страх все время, либо он не чувствует абсолютно ничего, никакого страха. обычно у детей срабатывает и то, и второе, и второе, кстати, чаще, когда они чувствуют никакого страха. Поэтому многие из ваших детей, они абсолютно безбоязненно берут любых пауков, любых гадюк, все что угодно. То есть у них вообще нет какого-то чувства страха. Они лезут в какие-то ямы, прыгают в какие-то пропасти, купаться, лазить. То есть нет чувства вот этого опасности и безопасности. Оно просто не выработано. И это тоже годы, это для того, чтобы вот это выработать. И это, знаете, вот это мотивация, это причина-следственная связь. Это то, что я говорила на последнем тренинге, мы вот проводили по привязанности, травме и дисциплине. То вот здесь вот, вот это причина-следственная связь, когда она начинает зарабатывать, начинает работать, вот тогда эти болевые пороги, они становятся, они приходят в абсолютную норму. Вот причина-следственная связь, когда ребенок начинает понимать что есть причина и есть следствие обязательно есть последствия до этого момента почему нарушен болевой порог страха нету причины и следствия мы не идем купаться в глубокие места потому что мы знаем да что есть причина и есть последствия могу утонуть потому я туда не прыгаю я не беру гадюку в руки потому что это опасно она может меня укусить и я могу умереть это причина и следствие у детей вот эта причинно-следственная связь она абсолютно нарушена ее нет то есть нет между тем что я сделайте какие последствия даже когда вы говорите ребенку ты украл чужой мобильный телефон ты представляешь ну какой-то позор на весь класс а ты представляешь что чувствует этот мальчиком ребенок горит ну что ему все равно это причина и следствие и причина здесь одна она самое главное что эти первые годы жизни когда ребенок был маленький у него была причина когда ему было больно страшно плохо холодно голодно а последствий никаких на это не было никто не защищал этот страх никто не кормил никто не заботился причина была а последствия не было причина была, а последствий от взрослых не было. Ребенок научился выживать по-другому. И он теперь не видит вот эту причину, следственную связь. Ему все равно, что кому-то больно, кому-то плохо, что надо учиться, что надо опасаться за свою жизнь. Потому что вот эта причина и следствие, они просто нарушены. Вот когда-то было так, а на сегодняшний день ребенок растет по жизни, и он не видит. И вы говорите, ну ты же сядешь в тюрьму, если ты будешь воровать. Ты же сядешь в тюрьму, если ты будешь делать такие вещи. Он не видит этой связи, причины и следствия. Она начинает формироваться, когда начинает формироваться привязанность, и ребенок понимает, что всякой причине есть последствия. Если я сделаю А, то обязательно будет Б. Итак, гиперактивное расстройство с дефицитом внимания. И дальше мы будем говорить об алкогольном синдроме. Итак, давайте мы посмотрим с вами на гиперактивное расстройство. Чем оно, какая классификация есть гиперактивного расстройства. Мы посмотрим с вами на этих детей. Я очень долгое время, для того, чтобы составить этот материал, очень долгое время наблюдала за гиперактивными детьми. Я очень много изучала эту тему, и много с этим работала, для того, чтобы скажем, дать, знаете, такую полную картину гиперактивным детям, потому что у меня эти дети были всегда интересны, я много ими занималась. И сегодня могу вам абсолютно уверенно сказать о том, что сейчас буду вам говорить. Конечно же, гиперактивное расстройство это особенности становления нервной и центральной нервной системы у ребенка. Гиперактивные дети, у них особое строение центральной нервной системы, и причин нарушений здесь может быть множество при гиперактивном расстройстве. Я вам, скажем, об этом расскажу, какие могут быть причины, мы посмотрим дальше. Один из признаков гиперактивного расстройства это то, что мы видим обычно в диагностике, врачи это наблюдают. Кстати, интересный момент, что раньше гиперактивным расстройством занимались неврологи и нервопатологи детские. А сегодня, если вы придете к нервопатологу, вас пошлют к психиатру. Сегодня нервопатологи не занимаются темой гиперактивного расстройства. Эта переквалификация перешла уже на уровень психиатрии. Но я не совсем согласна, потому что психиатрия это больше, ну, как бы касается органических поражений мозга. Здесь не совсем так. Итак, ребенок не может сосредоточиться. Почему? Потому что гиперактивное расстройство. Обычно в диагностике, в карточке у ребенка прописывают ДВГР, дефицит внимания, с гиперактивным расстройством. Поэтому не может сосредоточиться. Это как раз про дефицит внимания. Гиперактивное расстройство обязательно идет в ногу. Они вот почему так и пишутся в диагнозе, потому что они идут вместе, рука об руку. Из-за той причины, что когда у ребенка есть гиперактивность, что такое гиперактивность? Это повышенная импульсивность и беспокойство. А когда повышенная импульсивность и беспокойство, что происходит? Ты не можешь ни на чем сконцентрироваться. Ты не можешь ни на чем сосредоточить внимание. Это невозможно. Давайте вы подумайте сейчас о себе. Когда у вас какие-то проблемы, когда у вас много всего навалилось, вы становитесь беспокойными и импульсивными. Вы не успеваете. Вам надо вот это и вот это. И всякие проблемы, ситуации. Очень много всего. У вас тогда хорошо работает концентрация внимания? Нет. Ваше внимание рассеяно. И вы не можете ни на чем сосредоточиться. Правда? Конечно же, правда. Вы что-то забываете, что-то теряете, что-то упускаете. И это как раз нарушение концентрации внимания, когда невозможно ни на чем сосредоточиться. Если слишком много. И у меня это бывает достаточно часто. Как только я начинаю, я вхожу в момент беспокойства какого-то, знаете, много каких-то нагрузок. И там надо, и туда надо, и все быстро, и везде, и всем. И все одновременно. Плюс еще какие-то свои проблемы нерешенные. И я тогда начинаю, где-то, знаете, мозг уже не может концентрироваться на одной вещи. И начинает рассеиваться. Начинает внимание мое рассеиваться. Я тогда обязательно что-то забуду. И поэтому, скажем, теперь я хожу везде со списками. То есть я контролирую себя, чтобы нигде ничего не забыть. Потому что, наверное, за время моих поездок на тренинговые программы у Корзалезницы проводники точно обогатились. Все, что я забыла в вагонах поезда. Итак, из-за того, что вот этот дефицит внимания невозможно сконцентрировать, то есть дефицит внимания, его нет. Невозможно сконцентрироваться ребенку и сосредоточиться. Из-за этого у ребенка очень короткий промежуток внимания. Вот тут он вас слышит, а тут уже не слышит. Вот тут он с вами разговаривает, а тут он уже с кем-то другим разговаривает. А то тут он плачет, а здесь он уже смеется. Гиперактивное расстройство выбирает больше мальчиков. Мальчики страдают гиперактивным расстройством в пять раз чаще, чем девочки. Девочки намного реже. Именно мальчики в пять раз чаще. Пик гиперактивного расстройства он может быть как и в младенчестве, в маленьком возрасте, так и с 6 до 12 лет. Это такая, скажем, возрастная такая градация. Но что я вам хочу сказать. Обычное гиперактивное расстройство может проходить, если это не связано с тяжелыми нарушениями центральной нервной системы, проходит после подросткового возраста. Поэтому здесь и написано до 12 лет. В 12 лет дети вступают в раннюю фазу подросткового раннего периода. И поэтому в этом возрасте гиперактивное расстройство обычно дети успокаиваются. Но, конечно же, дети успокаиваются не всегда. И поэтому 80% что это может пройти, если не было никаких дополнительных и сопутствующих травм, то тогда после подросткового возраста ребенок может успокоиться. До подросткового возраста? После подросткового успокаивается. После? После 12 лет, это, скажем, 12 лет, начало подросткового возраста. И если мы берем подростковый период, то у кого-то это может сходить после 12, у кого-то после 15. Ну все, что мы считаем в разрезе подросткового периода. До 18-19 лет. То есть оно может сходить на нет, ребенок успокаивается, приходит в норму, и вся его гиперактивность абсолютно исчезает, когда он взрослеет. Ну это связано с гормональной перестройкой и организма ребенка, и поэтому здесь у нас, скажем, происходят изменения. Продуктивность работы головного мозга. В основном у гиперактивных детей работает в течение 15-20 минут. Что это значит? Такие дети, они не могут выполнять задания больше 15-20 минут. Такие дети не могут сидеть больше 15-20 минут, воспринимать информацию больше 15-20 минут, учить уроки и вообще вас слышать. Вот прошли его 20 минут, считайте, что он уже вас вообще не слышит. На уроке у ребенка происходит такая же ситуация. Он приходит на урок, если это первый урок, то, конечно же, вообще замечательно. Вот его первые 15-20 минут он слышит, он внимает все, он принимает все, потому что, ну, скажем, его сенсорное восприятие, оно абсолютно открыто к слышанию и усваиванию информации. Но как только его 20 минут прошло, он начинает искать себе приключений. Потому что происходит блокировка сенсорная, блокируется всякое слышание, и ребенок в этот момент, а знаете, когда происходит блокировка, скучно же сидеть, ты уже ничего не воспринимаешь, ты уже не слышишь ни учителя, ни урока, ничего. А где-то делать же что-то надо, а плюс эта импульсивность, она бьет из тебя ключом, и поэтому надо же как-то себя развлекать остальные еще 30 минут на уроке. Что-то же надо с этим делать. И вот ребенок начинает активно делать все, что он может делать, потому что, когда его мозг отключается, включаются совершенно другие функции. И он начинает гавкать, мякать, сидеть под столом, ходить по классу, всякую бумажку замечать, еще что-то. То есть ему все равно. И знаете, у детей, у которых гиперактивное расстройство, удивительно, что они не могут концентрировать внимание, потому что даже если в этот зал, вот тут сидит, допустим, тишина на уроке. Все дети будут писать, если залетела муха, никто не обратит внимания. Но гиперактивный ребенок не пропустит ни одного шанса. Если залетела муха, это его шанс. И все внимание переключилось на муху. А, конечно же, сначала он будет за ней наблюдать, потом он будет ее бить, потом он там скажет кому-то, а ну убей ее, или еще что-то. Если где-то у кого-то полетела бумажка или ручка, никто не заметит. Гиперактивный ребенок обязательно. Мало того, что он увидит, что упала у кого-то ручка, он обязательно за ней полезет. А как же за ней не полезть? При этом он спровоцирует всех детей, что вы все лазали за этой ручкой, все его отдергивали, или еще что-то. Ему надо приключения. Его мозг больше не выдерживает. У него нет усидчивости. Потом, когда его проходят 20 минут, он включает свою программу. Но это отдельная история, как работать в школе и учителям. Это совершенно другой тренинг. То, что касается образования. В сущности, регулировать это можно. Это не страшно, это не тяжело, не сложно. Отрегулировать это можно на уроке, тем более в наше время. Надо дать детям возможность. Таким гиперактивным детям, я всегда говорю, обязательно возможность, чтобы ребенок передвигался по классу. Они не могут заполнить большие блоки информации, не запоминают они. Вот поэтому, когда ваш ребенок приходит домой с пустым дневником, знайте, что такое большой объем информации, заполните записать задание подробно, знаете, старинку, какой пункт, еще что-то. Обязательно у вас что-то выпадает из этого домашнего задания. То иногда для детей это просто физически невозможно, для того, чтобы, знаете, вместить эти записанные домашние задания. Он не может просто это отрегулировать. И тогда, скажем, ему бывает достаточно сложно. Хотя это не только про гиперактивных детей. Слабая долговременная память. Что это такое? Слабая долговременная память это то, что ребенок не помнит где-то там далеко. Долговременная память он не запоминает наперед. Он помнит только сегодня и сейчас. Он знает, что сегодня на обед будут котлеты, а вечером вы, например, там идете гулять. Вот это он запомнил. А если вы говорите, что у тебя на следующей неделе контрольная работа, то долговременная память у него абсолютно отключается. То есть он не может запомнить наперед, потому что это большой объем информации и достаточно сложный блок для него. Снижен не интеллект, то есть интеллект не снижается у гиперактивного ребенка. Снижается только восприятие и самоорганизация. Он не может воспринимать полностью весь материал, потому что рассеянное внимание. И он не может себя организовать. То есть нету вот этой самоорганизованности, потому что у таких детей надо их постоянно контролировать. Нужно постоянно им давать какие-то задания. 68% у детей с гиперактивным расстройством нарушается сон. Со сном у нас проблемы. Тяжело засыпать, либо мало спит, просыпается, либо крутится. Одна мама мне говорила, недавно, мальчик один консультировал, она говорит, что когда он спит, он утром встает, у него даже постели не остается на кровати. Ну, постель вся на полу, подушки, одеяло, это все на полу, потому что он во сне, ну, постоянно крутится, импульсивность продолжает, мозг не отдыхает. То есть мозг работает все время на полную катушку, он все время у него тут в движении, даже ночью. Вот это, скажем, опасно, вот это не очень хорошо, я вам скажу, что это делать. 40% энуреза. Гиперактивные дети, ну, энурез, это как, знаете, такое сопоставляющее, сопутствующее идет то, что. Очень часто гиперактивные дети отстают от сверстников в психическом развитии. Вот у нас откуда появляются эти ЗПРы. Это как раз момент того, что ребенок гиперактивный, он не может полноценно развиваться очень часто, потому что не успевает, скажем, его развитие из-за того, что уже нарушена центральная нервная система. Очень часто гиперактивное расстройство может передаваться генетически от родителей. 30% передается генетически от родителей. Поэтому гиперактивное расстройство может быть связано с наследственностью. Это может быть не только приобретенный факт. Это может быть еще связано с наследственностью ребенка. Осложнение причины, давайте посмотрим, почему же все-таки у детей это часто случается. Первое, это осложнение во время беременности. Если мама болела, принимала какие-то медикаменты, либо была сложная беременность, токсикация сложная, мама у которых там тяжелый токсикоз, либо мамы, которые, допустим, там плохо вынашивают ребенка или еще что-то. Это как раз одна из причин, почему может быть у ребенка гиперактивное расстройство. Либо мама нервничала, была беспокойной, мама там чем-то болела, у мамы были какие-то нарушения. Болезни самого ребенка, может быть какие-то сопутствующие заболевания. Если у мамы был алкоголь, потому что мы будем с вами связывать эти вещи, алкогольный синдром и гиперактивного расстройства, как раз вот момент алкоголизма, это то, что 100% всегда влияет на гиперактивное расстройство. Всегда влияет. А употребление наркотиков? И наркотики то же самое. То есть это то, что влияет, скажем, на развитие центральной нервной системы. Нарушение центральной нервной системы происходит именно тогда. Если это болезнь, то ребенок не может нормально учиться и развиваться. Я объясню, почему. Что такое болезнь, что такое нет. Происходит нарушение исполнительных функций мозга. То есть ребенок не может включать память. Он не может включать и кратковременную, и долговременную память. Он не может себя самоорганизовывать. Он не может себя реализовать. Он не может сосредоточиться на уроке. Он не может включить внимание, проконтролировать это все. То есть для него невозможно. Это все исполнительные функции мозга. И вот здесь ребенку становится достаточно сложно. Много в организме адреналина и норадреналина. Это одна из причин тоже гиперактивного расстройства. Что на почечнике выделяет настолько много адреналина, что ребенок все время находится, знаете, в таком состоянии. То есть его невозможно ни посадить, ни усадить, ни чтобы он полежал, ни чтобы он там успокоился. То есть ему постоянно надо, знаете, какое-то движение. Причем интересно, что гиперактивные дети, у них движение абсолютно без всякой цели, им цель не нужна. Цель находит их сама. Вот как интересно. Если мне надо подвигаться, то у меня есть цель, например, подойти к этому флипчарту. Вот у меня цель для того, чтобы подвигаться. Гиперактивному ребенку цель не нужна. Это дети, которые пострадали от жестокого обращения, то у этих детей, у них будут именно вот такие гормональные нарушения, даже на уровне гормонов. В кровь выбрасывается гормон кортизол, а это гормон стресса, и он нарушает все функции организма. Особенно он действует на центральную нервную систему. Чем больше у ребенка в процессе жизни, чем больше он находится у своих биологических родителей, и чем больше в процессе жизни этого кортизола накапливается, тем больше происходит разрушение вот здесь. И это очень сильно влияет на центральную нервную систему. Ребенок все время находится в стрессе. Этот гормон кортизол, знаете, он пока выйдет весь из организма. Это тоже очень сложно. Кстати, медикаментозно. Я поговорю с вами, как это можно регулировать, каким образом для того, чтобы можно было... У ребенка гиперактивное расстройство. Было в процессе просто травмы, например, биологической семьи, откуда пришел к вам ребенок. Было много жестокого обращения, было много насилия, было много пренебрежения. Ребенок голодал, ребенок был холодный, голодный, одни ему никто не заботился, он терпел насилие. И травма, которая приобретена вот в эти годы жизни, она будет проявляться в гиперактивном его расстройстве в поведении.